Шален, дорогие друзья! Сегодня 11 ноября 2022 года. Наша молитва о нашем приближении к Богу сегодня называется Иолова Арфа. Прочтем из первой книги про Липоменон 29 главы 18 стих. Большинство музыкальных инструментов нуждается в настройке. Когда струнный или духовой инструмент расстраивается, он звучит фальшиво, и музыканту приходится прерывать игру, чтобы настроить его. Фортепиано как инструмент со сложным механизмом, со множеством струн, нуждается для этого в мастере-настройщике. Неумелая самостоятельная настройка и регулировка механизмов может привести к повреждению инструмента. Рекомендуется настраивать фортепиано и чистить его механизмой от пыли не реже одного раза в год. У концертирующих пианистов мирового уровня обычно есть свой личный настройщик, который сопровождает их концертной деятельностью, постоянно проверяя настройку инструмента перед каждым выступлением. Душа человека, будучи неизмеримо более сложным творением, чем фортепиано, скрипка или любой другой музыкальный инструмент, в определенном смысле напоминает его. Пророк Иеремия сравнивает стенание своего сердца с голосом свирели. «Оттого сердца мое, – говорит Иеремия, – стонет о Муаве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель». Книга пророка Иеремии, 48-36. Для того, чтобы человеческая душа звучала стройно, не фальшиве, она тоже нуждается в настройке. Бог создал этот прекрасный, так сказать, инструмент, а человек должен содержать его в хорошем состоянии, регулярно и умело производить настройку, приводить в порядок ее механизмы, чистить от пыли. Как инструмент настраивается под камертон, эталон высоты звука, так и для человеческой души творец предусмотрел объективный ориентир для ее настройки – слово Божье, закон, заповеди, уставы. Человек может и должен производить настройку своей души. Когда, по примеру Давида, щедро приготовившего и пожертвовавшего немало средств для строительства храма, народ охотно и обильно начал жертвовать, царь радостно вознес к Богу благодарственную молитву. Давид увидел в народе не просто эмоциональный подъем, побудивший их к жертвенности, но определенное, как написано, расположение мыслей сердца. Это было правильной настройкой мыслей сердец. В одном из иудейских переводов это местописание так и звучит – «сохрани это навеки, этот строй мыслей сердца народа твоего». Давиду очень хотелось, чтобы подобная внутренняя настройка была зафиксирована и сохранена в Божьем народе навсегда. Господи, Божий Авраама, Исаака и Израиля, отцов наши, сохрани сие навек сие расположение мыслей сердца народа твоего и направь сердце их к тебе. Но такого не бывает. Душа человека изменчива и непостоянна, и как музыкальный инструмент нуждается в регулярной настройке. Есть такой малоизвестный и необычный музыкальный инструмент, который называется «Эолова арфа». Он необычен тем, что на нем играет не человек, а ветер. Это узкий деревянный ящик с отверстием, внутри которого натянуты струны. Ветер, попадая в отверстие, производит колебания струн, которые и издают звуки. Чем сильнее ветер, тем более высокие обертоны звучат. Таким образом, от силы ветра звучит не только громкость, но и высота звучания. Человеческая душа, словно «Эолова арфа», начинает звучать благозвучно от дуновения Духа Святого, если струны души настроены правильно. Человек, близкий к Богу, способен не только настраивать струны своей души в соответствии с мыслями и желаниями Бога, но и постоянно поддерживать необходимый, так сказать, строй мыслей. Поэтому каждый, приближающийся к Богу, должен освоить профессию настройщика, чтобы быть настройщиком своей души, внимательно следящим за ее состоянием, ежедневно корректируя его. Когда его душевные струны расстраиваются, он не должен думать, что это конец. Что же ему делать? То же самое, что делает музыкант, когда его инструмент расстраивается. Он не рвет на себе волосы, а спокойно подтягивает струны. Конечно, если музыкальный инструмент расстраивается слишком часто, необходим ремонт, но это другая тема. Чем ближе человек к Богу, тем более мысли его сердца настроены на Бога, на познание Бога, служение и угождение Ему. Блажен человек, который настроил струны своей души на приближение к Богу со всяким постоянством и неотступностью. К нему приблизится сам Бог, как написано, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Послание Иакова, 4 глава, 8 стих.